Всем привет, с вами Юми и Ле, смотрим Валеру, поэтому берите арбузик, дыню или что вы любите, какие-нибудь вкусняшки, фруктики, ягоды, давайте смотреть видос вместе, right now. Красный чел ходит, рыжая девушка сидит, ну а мы смотрим видео. Итак, всем здравствуйте, всем привет, сектор ДАП на барабане, пикунику, пику, пикиники, пикники, короче, игра на японском, а реально пикунику, пикуник. Очень добрая, потом уже здесь смайль, начнем, пожалуй, приключение. Жопки. Эй, говорит мне, мозг Z. А, да, это мозг? Пес, говорит мне мозг Z. А мне это больше жопку какую-то странную, только напоминает. Иди сюда, эй, шик, какой-то борзлый мозг, ладно, дам что-то. Оу, шии, угадай, что? Наркотики? Папосы, еее! Знаете, начало игры довольно забавное. Да, абсолютно просто так. Деньги на халяву. Бесплатные деньги. Да объясни, в чём суть. Твой город наверняка завален мусором по самую крышу. Мои роботы прилетят к тебе в гости и заберут всё лишнее барахло. И они даже заплатят за твой хлам. Просто деньги. Не веришь мне? Тогда послушай отзывы. Халявные деньги просто так, честно. Ведь видишь, я же говорил, не мешай огромному роботу. И если вдруг увидишь, и он от своей деревни. Погатей вместе со мной. Не знаю почему, но эта игра мне чем-то уже напоминает Undertale. Вот так прикольно. И никогда не забывай. Ты просто прелесть. Ооо. Что? Ну в этом, наверное, есть какой-то подшелок. Sunshine Incorporation. О, дивный новый мир. О, я знаю эту книгу. Сновная цель. Проснись. О, да, это знакомое. То есть это был сон. Ты каждый день. Ой, это что, я? Эй. А, я вот это. Чё это? Эй. Да чё тебе надо? Ты видишь ещё что я? О, порядок с пробуждением. У меня даже рук не... Можешь пошевелиться? Ты серьёзно? Ну, моргать-то может. Я ж сожму, я не могу. О. А нет, могу. Я пошевелился. Оп. Что это такое? С лосось с ногами, а это всё просто. О, привет. Смотри, я могу ходить. Найс. Ну да, прикольно. Прости, что разбудил. Пора бы уже выспаться за столько времени, наверное. А сколько пошло? Спать никогда не хват... Нет, ну. Да. Вот, и понимаешь, что я сказал. Сходи-ка воздухом подыши. Это ты меня сейчас так х**у послал. А ты... Ты живёт в какой-то пещере. Не пойдёшь? Я же призрак, я там погибну. А я фасолью, что? Новая цель, найти выход. Я-то найду. Одному идти слишком опасно. Я даю тебе вот это. Всяческую моральную поддержку. О-о-о-о. Шутник, х**у. Мне просто как-то сдох, похоже, бесполезный. Найду выход и без помощи этого бесполезного летающего призракива. Ну он милый. А, ты здесь теперь. Какой хрупкий, однако, булыжник. Пни его, зачем он такой? В натуре давайте издеваться с булыжником. Он такой, какой он есть. Дискриминация булыжников. Как пнуть? Это ужасно. Зачем ты такой? За то, что ты хрупкий. Понял, понял, понял. Какой плохой булыжник. Шо ты, гриб? Неа. Спасибо, чуть-чуть пожать вечу. Эй, что тут я смотрю, не такой хрупкий, как булыжник. Что-то ты меня бесил. Ааа! У меня я испугался. На. Слышь, я теперь всех могу унижать. Ты научил меня быть сильным. Осторожно, тут все на соплях держится. Том. Ого. Даже Марио напоминает. Тут нужно все быстро делать. Ааа! Ну вот, я погиб. Ты не предупредил меня нормально. Смотря на каких соплях все держится. Ааа! Да я... Слышь, не хочешь помочь? Мне кажется, он на этом моменте завис. Я просто красная фасольница. Да ёб твою! Это бесит больше всего, когда ты прошел большую часть и в самом конце просто... Просто пошел-то. Я выжил. Ну все, пора идти. А я, по-твоему, все это время чем занимался? Удачи там. Тепло девайса. Итак, основная цель пройдена. Найти выход. Вылазит из бункера. Пахнет свободой! Где же ты? На табличке почитаем. Внимание! Не открывать. Внутри чудовище. Слышал, ты чудовище! А как закрыть дверь обратно? Валю камнями. То есть это он чудовище? Приходит до персонажа своего края, конечно, удивительно. Так-так, синий дятел и счастливый пуголов. Доброе утро! Как дела? Привет! А что вы все такие приветливые? Я могу вас отпинать? Зачем? Я не могу, в смысле, быть агрессивным. Я же красный. Злой чел, негативный. Эй, как дела? Да норм, зависаю вот. Пуголов не пугает? Я тебя умоляю. Это я его пугаю. Пуголов не пугает. Ты мне не подобратишься на вопрос о поле унижения, о том, я не читал сегодня. Она такая милая. Ты никого не пугаешь. Ты никчемный малый. Это я красный. Твой негативный. Так, это у нас мост. На вид безопасно. На вид отвратительно. На фоне у нас горы Краснодарского края. Я это видел в горах. А это кто? Будто бы шушало что-то. Где-то в поле. Да расслабься, птица это. Ну не знаю, звук был такой, как... Как? Как? Как чудовище, которое идет тебя жрать! Фу, не шути так лучше. А то вдруг оно сидит в поле и хочет укусить нас за бочок. А, это что, кстати, про меня все сейчас? Да. Да никто его не видел, потому что его не бывает. Все, двинули обратно. Они, наверное, про привидения. Я же просто... Нет, 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 про него по-любому. Эй, привет! Чудовище! Это было ожидаемо. Чудовище здесь! Сделай что-нибудь. Я могу спеть песню. Он друга своего просто взял и пынул. Что я такого сделал? Предал. Чудовище проснулось! А-а-а! 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 Че, не будешь? Хм. Этот молчаливый какой-то. Какой-то оно не ошибка чудовищная. Ну, потому что я, блядь, не чудовище, на при... Меня просто поражает, как глаза сквозь прутьи. Вблизи оно поменьше. А-а-а! Ты вблизи такой же уёб... Оно на мост поломало! Чудовище! Зачем ты здесь? Чтобы вас укусить. Вот как. Но у тебя даже рта нет. Бред какой-то. А у них тоже нет. А, нет, есть. Ты что-то не выглядишь грозно. Слушай, разве чудовище не должно быть огромным и могучим? А шо не так-то? Да давайте его отпустим. О, я за! Тебя никто не спрашивал. Да ёпта. Давайте, шо он нам сделает? Да он даже не чудовищный. Давайте, шо он нам сделает? Внешний вид бывает обманчив. А мы тебя отпустим. Но мост ломался по твоей вине. Нет, он был сопливый. Ладно, по моей. Давай мы тебя выпустим, а ты всё починишь. Не хочу, не буду. Вот как. Ну ладно. Тогда сиди дальше в клетке. Э! Эй. Пожалуйста. А на что надеялся? Ты еще не желаешь чинить мост? Нет. Вообще никак. Неа. Я чудовище! Мост чинить будешь? Ладно, я постараюсь. Там другого выхода не было. Я почему так бы сидел? Ну я постараюсь. Блин! И скажи, как мост починишь? Рука... Ааа. Ногами? Основная цель. Починить. О, муха. Стой. Давай дружить. Я не хочу. Стой, дай укушу жопу. Нет. Дай пусить. Мне, когда мне. Помоги поймать муху. Хм. Вот если прищуриться, то ты немножко ужасаешь. Может всё-таки чудовище, а? Может быть... Жопа с ножками, конечно. Кушу. Умник. А? А? Для меня ты чудовище. Напоминаешь писун. Пошёл вон. Пошёл вон. Ты меня больно делаешь. Я чудовище, потому что едусь... Если честно, вот эта розовенькая штука кажется мне даже имеленькой. Как чудовище? О, я могу в ведре покататься. Где мост? Я забыла. Каким образом я должен починить мост? Вот он. Вот что мне с ним делать? Опа. Кто там? Слушай. Ку-ку. Вот ты-то мне и поможешь. Иначе я тебя тоже укушу. Тебе что надо? Мост починить, например. Это из-за тебя он сломался? Нет, он был. Он был такой. Господи, почему мне никто не верит? Вот такой паук, как я, например, может просто взять паутину и сделать всё нарядно. Вот так... Но он же запросто так это не сделает. Так что удачи тебе с креативными решениями. Я придумал. Серьёзно? Так, быдло ты. Спасибо. Серьёзно? Больше так... Это так жестоко. Не делай. Мне больше так... Отношению к паучку. Теперь покрепче. Благодарю тебя, кстати. Чудовище починило мост. Да, это я самостоятельно. Ты калёв. Чувак. Мост и правда починен. Извини, некрасиво получилось. Мы думали, что ты кровожадная чудовища, но ты вроде ок. А ты похожа на цыплёнка. Да. Спасибо. Можешь тут с нами пожить, если хочешь? У нас вон у художника проблемы какие-то. Может, поможешь ему чем? Может быть, и помогу. Вдохновение нет, видимо. Не помогу. Может, он рисует ногами. Чей дом? Художник тут живёт? Так, ты художник, нет? Картина висит. О, привет. Что делаешь? Качай икроножную мышцу, чтобы играть в баскетбол. Что? В баскетбол? Что делаешь? Качай икроножную мышцу, чтобы играть в баскетбол. Ещё есть вопросы. Он заскриптован просто. И всё. Что делаешь? Качай, об... Пока. Удачи тебе. Я бы мог долго с ним стоять. Вы меня знаете. О, да. Подвинься. Слышишь? Да как ты смеешь? Я кровожадное чудовище. Слезь с моей головы. Робот скоро прилетит. Чудесно. А можно оставить меня в покое? Интересно, что с этим роботом будет. Только узнали, что я не опас... Себя сними. Умник. Как узнали, что я не опасный, сразу... Ну просто кайфово. Ну где живёт художник? А, здесь сверху ещё... Творческая личность, наверное, где-то... Привет. Ты вроде не злюка, как в легенде. Я злюка. Я могу просто упасть на тебя и задавить. Пошути ещё раз. А чё вы такие борзые-то стали, а? Э, хорош. Давай. Умник нашёлся. А вдруг из деревни выгонят? Раздавит он. И прям слежка за ним везде. Вот это вот настоящая злюка. Это вот меня так представляли? Нафига меня таким страшным нарисовал? Да ёп. Вам что, нравится стоять на мне? Я разорён. Прости. И слезь. Может быть, я ещё не вырос. Вырос и стану таким. Привет, художник. Значит, ты есть чудовище. В курсе про игрушки в магазин. Вообще ничего общего с ними. К счастью для тебя. Опять быканули. Даже, знаете, как-то странно. Вроде они это чудовище боятся, а всё равно мерч с ним продают. Такие умники. Я поражаюсь. О, художник. Муза ушла от меня. Всё утратило смысл. Муза ушла к феям Винкс просто. Я бездарность. Ну да, я вижу. Меня попросили нарисовать. Не, ну вот правый рисунок миленький. Совать пугалу лицо. В восторге остались только птица. И это плохо. Они должны пугаться. Это же пугало. Суть пугала в отпугивании. Я смертельно устал. И карандашик потерялся. В подвале лежит, наверное. Ну, картина у тебя, Рилли, отстой. Зацени, как стоят на твоей голове. Оп. 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 Состояли на нём, теперь он на них стоит. А это что, не карандаши? А, это кисти. Ох, ёптвоё. Это картины? Это же ужас. Я додумался поставить коробочку на коробочку. Не говорите, что я тупой теперь. Рисовальная шляпа. Я так и не тупая. О, мой карандашик. Попробуй нарисовать пугало лицо. Хорошо. Дай место профессионалу. Это неудобно. Нарисуем что-нибудь, что должно отпугивать. Пугать. Действительно. Во. Я не совсем поняла, в чём прикол. Я реально не поняла, в чём прикол. У тебя как так получилось? Я умный. Что это значит? А, типа бензин по 70 рублей? Бензин подорожал. Да, всё, я поняла. Это вообще шедевр. Осталось только обнять его на пугало. На, держи. Ли, чё для пугало? И 92-й 70 рублей. Так очередной раз чудовище и помог городу. Чудовищный поступок для... БЛЯДЬ! Ладно, эта муха ведёт меня, короче, туда, куда надо. Смотрите, птички, сейчас вы такое увидите. Прямо проводник. Обалдеете просто. Привет, паук, как дела? БДЛА! ВОПА! Бедный пугучок! Сейчас птички разлетятся. Все поискам отходим! Птики улетели. Пугательное лицо их напугало. Честно говоря, саму стрёмно около него стоять. Так, стой. Шо вы такие радостные стоите? Там мистер Саншайн. многоценные друзья течение некоторого времени еженедельно снабжалась деньгами сегодня вас ждет нечто неожиданное сюрприз мы любим такое как вам известно штаб-квартира саншайн-инк располагается в жерле вулкана одного из вас не устроил бесплатную экскурсию о да халява но только одному потому что в раболете только одно место ощущение будто он хочет поставить на них эксперимент сегодня повезет меня выбери меня но только на меня пожалуйста только на меня у нас здесь не победителя по-любому ему ну блин куда лететь или ух отлегло я в воду вулкан поздравляю да да здорово что-то мне кажется что не вот на сегодня ждите меня следующей неделе а пока швыряйтесь бесплатными деньгами на здоровье и не забывайте на сегодня все берите своих близких выбрали я так счастлив что не выбрали меня господи мне так похер пойдемте посмотрим мне эта игра понравилась она конечно по графению такой себе но сам сюжет он заинтриговал и к тому же стало интересно почему этот человек бесплатно раздает деньги почему главный герой считается чудовищем и куда забрали эту девочку или я так понимаю на ней будут ставить какие-то эксперименты или же просто убьют но это чели который раздает деньги он точно какой-то странный и было очень круто если валера еще бы записал видосы по этой игре потому что она интересная и как я говорила ранее чем-то мне эта игрулька напомнила undertale наверное по своему духу что ли по каким-то непринужденным диалогом и каким-то непринужденным квестом но опять же графика здесь в undertale хотя бы стилистика 2d здесь же как будто в пойнте дорисовали но не знаю с другой стороны в этом что-то есть но вот эти чудики и жильцы поселения мне они показались такими миленькими даже я не знаю кого они мне напоминают больше когда я только их увидела напомнили морских котиков потом валера сказал цыплят я все-таки больше склоняюсь к цыплятам а что думаете вы про эту игру и про жителей ты не только